Более тысячи гостей из разных муниципалитетов Подмосковья в будущее без границ. Ребята с особенностями развития отправляются большой семьей. Уже стала традицией несколько раз в год встречаться в формате фестиваля, программа которого инклюзивна. Сегодня вы увидите концерт инклюзивный, он почти полностью инклюзивный будет. И первый год у нас эксперимент соединения коллективов, как раз без границ. Это как раз может быть обычным коллективом и инклюзивным коллективом. Посмотрим, как у нас получится. Некоммерческие организации, реабилитационные центры, коррекционные школы на площадках фестиваля – самые разные гости. Татьяна Зайцева вместе с коллегами приехала из Нарфаминска. Она представляет реабилитационный центр «Сказка», педагоги которого подготовили мастер-класс по квилингу и пластилинографии. Мы детям очень много открываем нового, им интересно. Они с удовольствием занимаются и, во-первых, что-то делают для своих родителей. И обмениваемся опытом с коллегами, потому что что-то умеем мы, что-то умеет кто-то в другом месте. Мы же встречаемся здесь, считай, со всей области. Не всегда есть возможность поехать друг к другу в гости. Самая жизнестойкая рыба – карп. Правда, на праздники она из бумаги. Таких разноцветных рыбок участникам фестиваля предлагают сделать мастерицы маминой помощи. В Японии таких рыб делают тоже на праздник детей. Почему делают таких рыб? Потому что эта рыба самая жизнестойкая. Вот поэтому, чтобы и дети были у нас жизнестойкими. Тем более у нас сегодня такой праздник, такой фестиваль, где действительно и родителям надо быть стойкими, и детям нужно быть более стойкими. Инициатор фестиваля – Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья, который объединяет 62 некоммерческие организации. Работа ведется по всем направлениям. Лекарственное обеспечение, средства реабилитации, обувь. Для семей с особенными детьми важно все. Очень хочу отметить взаимодействие хорошее, которое сейчас есть у Ордипа с правительством Московской области. Практически молниеносно. Мы получаем реакцию на проблемы, которые озвучиваем. Поддержку мероприятию оказывает и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, председатель Ордип Инну Орлову. Народная избранница называет боевой подругой еще со времен работы в областном правительстве. Очень многие даже не подозревают, как сложно в настоящее время существовать. Я сегодня даже больше обращаюсь ко взрослым, к таким семьям, как вы. С такими особенными, чудными, красивыми, но особенными детишками. Поэтому наша задача, моя личная, в отставивании ваших прав и прав родителей, и прав особенных детишек. Я, не щадя себя, собственно говоря, это делаю. Фестиваль «Будущее без границ» приурочили к предстоящему чемпионату мира по футболу. В этот раз песни и танцы на спортивную тематику. Среди почетных гостей – паралимпийская спортсменка, член национальной сборной, шпажистка Людмила Васильева и знаменитая лучница Ирина Российская. В этот раз дипломы активным и неравнодушным общественникам вручила и омбудсмен Ксения Мишонова. Для меня всегда, знаете, таким маркером, что ли, служат, когда родители приходят ко мне навстречу или когда проходят приемы, приходят эти родители. И очень важно, что когда они приходят даже не с просьбой, а с пожеланиями. Вот у нас таких активных родителей очень много в Одинцово, которые хотят изменить нашу жизнь, которые вносят реальные конкретные предложения, все просчитывают и приносят тебе практически готовые решения. Тебе нужно только найти закон, по которому это все случится. И все-таки, несмотря на обилие творческих мастерских и спортивных мастер-классов, главный посыл фестиваля в его названии – это безбарьерное будущее любого ребенка. Мария Подъепольская, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».